Добрый день всем, всем добрый день. Сергей Подшебякин, собственно говоря, рад приветствовать вас на нашем открытом занятии по теме финансовое планирование. Наш замечательный кружок предпринимательства. По традиции мы начинаем. Итак, всем добрый день, добрый день, ребята, добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые зрители, кто, может быть, будет смотреть записи. Итак, мы начинаем с вами наше занятие. Итак, по возможности маленькая техническая просьба, поскольку мы работаем в таком немножечко онлайн необычном, может быть, для кого-то формате. Если хочется задать какой-то вопрос, то, пожалуйста, включайте микрофончики, либо поднимайте руку. У Zoom такая возможность есть. Если что-то необходимо, без проблем меня перебивайте, с большим удовольствием буду на вопросы отвечать. Но если какой-то вопрос не очень срочный, то лучше их оставить на, собственно, для завершения занятия. Итак, мы с вами начинаем. Итак, включаю презентацию. Одна секунда, демонстрация экрана. Коллеги, всем ли видно презентацию? Да, да. Отлично. Получилось, да, получил. Демонстрация включилась. Итак, ребята, мы сегодня с вами повторяем тему нашего замечательного предыдущего занятия про финансовое планирование и бюджет. И сегодня попробуем на практике отработать те навыки, про которые мы с вами уже говорили, через нашу прекрасную игру «План на миллион». Попробуем поиграть в финансовое планирование и, соответственно, в него уже непосредственно погрузиться. Так, вроде бы ничего не мешает, но вот какое-то окошко все равно не летает. Все, ага, вроде пропало. Итак, сегодня разберем, что такое бюджет, вспомним про бюджет государства и семейный бюджет и разберемся с его, так сказать, особенностями. Итак, ребята, давайте вспомним, что у нас такое бюджет. Вообще, что это такое, в первую очередь, как мы его характеризуем. Что же такое бюджет у нас, ребята? Кто мне подскажет? Андрей, Лена, Леша. Ребята, не спим, не стесняемся, включаем микрофончики. Ну, бюджет, по сути, это планирование расходов и предполагаемых доходов. Отлично, Лена, совершенно правильно. В первую очередь, когда мы говорим о условии бюджет, неважно, в каком его, так сказать, варианте мы его используем, это, в первую очередь, у нас план. План на определенный период доходов и, соответственно, расходов. В данном случае, который у нас, в первую очередь, каким-то образом оформлен по времени. И бюджет чего у нас бывает? Про что мы обычно говорим, когда упоминаем слово бюджет? У чего у нас обычно есть бюджет? Семейный, бюджет компании, государственный, индивидуальный. Отлично, совершенно верно. Бюджет – это у нас план, который у нас обобщает наши прекрасные доходы, расходы. Соответственно, кто у нас в основном занимается планированием бюджета? Ну, может, государство или, как там, фирмы, семьи индивидуальные. Ну, как на презентации говорить. Ну, совершенно верно. А планирует ты его кто? Кто в семье, например, планирует бюджет? Ну, некоторые личности. Может быть, глава семьи может. Отлично. Ну, или тот, кто зарабатывает в этой семье. Совершенно верно. Ну, соответственно, тот, кто отвечает за этот бюджет, это совершенно верно. В данном случае важно, что по принципу планирования, он у нас, естественно, несколько различается, но основные параметры у нас так или иначе похожи. Итак, несколько основных фаз, которые у нас подразумевают планирование бюджета. В первую очередь, это постановка финансовых целей, которые у нас являются обязательными. Оценка потенциальных доходов и оценка потенциальных расходов. Естественно, мы с вами понимаем, что у нас это обязательные пункты для любого принципа бюджетирования. Неважно, будет это государство или отдельный человек, который будет для себя это планировать. Для того, чтобы бюджет был сбалансированным и комфортным для него, эти цели обязательно надо ставить. Ну, и, соответственно, предположить, какие будут доходы, какие будут расходы. Итак, про бюджет государства. Ну, здесь у нас все достаточно просто. В основном он у нас утверждается государственными органами, имеет юридическую силу и исполняется правительством. В данном случае он имеет юридическую силу, то есть законодательную фактически. И нарушаться он вообще-то не должен, хотя иногда бывает, что он корректируется. Как правило, он планируется на 1-3 года. Реже бывает, что на какой-то другой период. И когда мы говорим о бюджете государства, мы, конечно же, должны помнить, что у нас есть его составные части. В первую очередь, это доходы нашего бюджета и расходы нашего бюджета. У разных государств это по-разному, но в основном это составные части из налогов, таможенных пошлин, доходов от каких-то продаж государственных имуществ, займов и так далее. Ну и расходы на содержание органов государственного управления, финансирование социальных программ, оплата труда работников и так далее, так далее, так далее. Это все у нас бюджет государства. А чем же у нас наш прекрасный государственный бюджет может опять получиться, если мы будем это все считать? Давайте вспоминать, так же, как и бюджет нашего прекрасного государства, бюджет семьи у нас может быть трех типов. Сбалансированный, дефицитный и профицитный. В данном случае у нас равенство доходов и расходов по итогу получающейся ноли дает нам сбалансированный бюджет или балансный, как мы его еще называем, по итогу получающаяся циферка ноль. Если у нас расходы, пропал у меня, по-моему, слово расходы, превышают, соответственно, доходы, то бюджет дефицитный. Может ли у нас семья существовать с дефицитным бюджетом? Я как бы считаю, что нет, не может существовать. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Мы не можем, собственно говоря, сделать циферку минус, потому что невозможно это. В этом случае мы вынуждены будем откуда-то привлекать дополнительные средства, чуть попозже про это поговорим. Ну и, соответственно, профицитный самый приятный, когда потратили меньше, чем планировали, это замечательно. Чему и есть, собственно говоря, план. Очень редко государство планирует для себя дефицитный бюджет, если имеет какую-то подушку безопасности и вынуждено это делать. Ну, в данном случае, опять же, бюджет планируется на какой-то определенный период. И может быть, что за текущий период будет вот этот небольшой минус, собственно говоря, дефицит бюджета. А он будет либо восполнен за счет каких-то предыдущих источников, либо за счет будущих доходов. Итак, ну и, соответственно, дефицит бюджета у нас, собственно говоря, привлекает такой прекрасный государственный долг. Ну и схемку чуть попозже мы с вами посмотрим. Итак, структура бюджета у нас любого приводит либо к дефициту, либо к профициту. Очень редко у нас получается полный баланс. Фактически, нулевой бюджет у нас, так или иначе, можно считать профицитным. Очень редко у нас все средства тратятся. Ну и, соответственно, излишек по сравнению с запланированным масштабом у нас профицит, недостаток у нас дефицит. Ну и давайте вспоминать про доходы семьи. Соответственно, семья у нас, так же, как и государство, планирует какие-то для себя доходы, планирует для себя расходы. Из доходов семьи у нас здесь отражены заработная плата, социальные пособия, какие-то проценты от каких-то инвестиций, вклады, например, сдача в аренду недвижимости и так далее. Расходов у нас, как правило, много. Это обязательные расходы на содержание жилого помещения, на питание, проезд и, соответственно, перемещение членов семьи. Ну и, конечно же, пополнение сбережений, оплата кредитов и так далее, так далее, так далее. Ребята, давайте мы с вами вспомним, какие у нас есть принципы формирования бюджета. Как мы можем его вести, когда мы говорим о семейном бюджете. Кто какие принципы помнит? Планирование. Какое планирование? Ну, как вообще обычно семьи у нас в бюджет ведут? И как мы с вами можем это делать? С помощью чего? Ну, допустим, расписывают все свои доходы и предполагаемые расходы в будущем месяце или, не знаю, квартами. Ну, как правило, да, это либо на год, либо на месяц. Согласен, что зафиксируешься. А методы-то какие, вспоминайте. Какими вариантами мы можем делать вот это вот расписывание, распределение? Кто какие принципы помнит? Про конверты, про как попало. Вспоминайте, вспоминайте, ребята. Так, ну, хорошо. Давайте первый вспомним. Оп, сейчас, секунду. Первый. Половинка на половинку. Помните? Самый простой, самый неэффективный. Половину денег отложили, половину уже, собственно говоря, используем как непосредственно необходимый для трат. Если половинки не хватило, то, собственно говоря, из оставшихся денег берем еще только половинку. И так до, собственно говоря, момента, пока денежек не будет хватать. Очень простой, но в то же время не очень эффективный метод. Тем не менее, он у нас тоже есть. Мы можем им пользоваться. И, естественно, когда говорим о планировании, это для таких не очень собранных людей, для тех, кто не хочет планировать, не хочет записывать, для ленивых, условно говоря. Не очень эффективно, но, возможно, как правило, хватает, если у вас не очень большие расходы. Хорошо. Про четыре конверта. Помним, ребят? Всю сумму делим на четыре. Недели, соответственно, уже подключаем мы очень важную деталь тайм-менеджмента. То есть у нас запланированный срок. Есть лимит расходов на неделю. Соответственно, перед этим необходимо, конечно же, отнять обязательные платежи. И у нас остается не на обязательные эти самые четыре конверта. За неделю потратили меньше. Остатком можно пользоваться как угодно, либо его уже переместить в сбережение. Так, ну хорошо. И на вот этот метод четырех конвертов еще какой у нас есть похожий? Разной корзины или как? Абсолютно правильно. Принцип конвертов или принцип кувшинов или фондов еще его называют. На самом деле, ровно так у нас планируют большие компании или государства свои бюджеты. То есть какая-то большая крупная часть денег у нас уходит на обязательные расходы. Все текущие траты питания, проезд, одежду и так далее. Еще какие-то небольшие траты, например, образования, развлечения. Они у нас идут отдельными фондами. И далее обязательно какой-то фонд накопления или так называемый сберегательный фонд, который у нас будет формировать дальнейшие, соответственно, плюсы. Так, ну хорошо. Про это поговорили. Про формат введения помним. Это меня очень радует. Ну и, конечно же, когда мы говорим о бюджете, в первую очередь у нас возникает вопрос экономии. А как мы с вами экономить умеем, ребят? Давайте вспоминать. Как легко и удобно можно сэкономить деньги? Ну, надо сократить какие-то расходы. Сократить расходы. Отлично. Еще. Или вот способ про завтра. Если хочешь что-то купить, сумни об этом завтра. Отлично, Леша. Совершенно верно. У нас есть несколько принципов, которые нам позволяют наши траты оптимизировать. Во-первых, мы их планируем. То есть понимаем, что мы покупаем, зачем мы это делаем, куда у нас идет наш ресурс. И, конечно же, можно ли его избежать. Этого самого процесса трат. Ну и мой любимый метод завтра. Леша, спасибо, что про него вспомнил. Отложить покупку до завтра. Если вы вспомните про нее, то можно позволить ее себе. Вот буквально недавно обсуждали, что так можно откладывать и до бесконечности. Ну, значит, настолько сильно хочется, что не очень-то и хотим эту самую трату совершать. Ну, хорошо. Ну и давайте немножечко вспомним, что у нас наш самый главный принцип, что время – это деньги. Деньги – это время. И принципы планирования финансов у нас очень похожи на планирование тайм-менеджмента. Если мы не планируем за себя, как мы будем тратить деньги, с большим удовольствием рекламные кампании, различные спонтанные покупки за нас, эти самые прекрасные траты для себя запланируют. Ну и правила формулировки финансовой цели. Чего мы хотим, сколько точно это стоит и когда нам это нужно. Три важнейших критерия. Первое – что именно, сколько на это требуется денег и сколько на это требуется времени. Ну и также, когда мы говорим о планировании непосредственно финансовой цели, мы должны вспомнить о таких же принципах, как и в тайм-менеджменте. Помните, у нас есть наши прекрасные варианты действия, когда мы хотим либо достичь очень большой финансовой цели, либо нам нужно срочно какую-то цель выполнить прямо сейчас. Про тайм-менеджмент вспоминаем, и здесь то же самое. Можно маленькими вложениями накопить на очень-очень большую покупку. Как слона по частям съедаем с временем, точно так же и с большими тратами. По чуть-чуть откладываем, можно накопить очень большую сумму. Ну и, соответственно, самое главное – это помнить про основные траты. Если мы их для себя закрыли в нужный момент, то не будет проблем с тем, чтобы на них обращать внимание в будущем. Так, ну что ж, с бюджетом мы с вами, в принципе, повторили очень хорошо. Ребята, у кого-то какие-то вопросы остались? Или будем тогда переходить к игре? Нет, давайте переходить к игре. Отлично. Тогда я делаю паузу в демонстрации. Коллеги поясняют для вас. Мы сейчас перемещаемся на платформу Tabletop. И я сейчас верну демонстрацию. Возвращаю демонстрацию экрана. Итак, на данной платформе у нас есть возможность в онлайн-формате сыграть настольную игру по финансовому планированию. Так, вижу всех четырех ребят уже на платформе. Сейчас возвращаю демонстрацию. Надеюсь, что видно. Коллеги, видно ли мой экран? Да, да, видно. Отлично, замечательно. Тогда я запускаю. Игра абсолютно точно повторяет ту версию, которая у нас есть непосредственно в обыкновенном настольном формате. И у ребят есть непосредственная возможность все, что мы только что обсудили, попробовать на практике. Правила достаточно просты. Я сейчас совсем кратко их объясню. Мы сейчас с ребятами быстренько выберем цвета. Единственный нюанс, что требуется достаточно хорошее соединение с интернетом, поэтому не всегда удобно бывает одновременно демонстрировать и играть. Но будем надеяться, сервера нас не подведут. Так, замечательно. Ребят, всем ли видно цвет? Почти загружается. Отлично. Отлично, загрузилось. Замечательно. Ну что ж, и тогда давайте сразу себе накликайте, пожалуйста, по, соответственно, 100 тысяч на баланс. Мы сегодня все играем консультантами для простоты. Ой, по 150, прошу прощения. 150, просто я напоминаю, что у нас на 1000 здесь умножено все. Просто 150 себе, соответственно, в колоночке накликайте. Итак, а я пока объясню уважаемым коллегам, которые у нас сегодня зрителям и присутствуют. Игра представляет из себя игровое поле, разделенное на 4 недели месяца. А как я не могу накликать? Правой мышкой плюсик. Дэш, правой мышкой плюсик. Итак, соответственно, перед игроками лежат игровые карточки, которые представляют из себя счетчик двух ресурсов. Это, собственно говоря, деньги и время. Ну, в данном случае, исполняющая роль энергии. Таким вот, с таким вот значочком. Задача в игре заработать 1 миллион, ну, или выполнить финансовую цель, которая будет поставлена. В данном случае занимаясь каким-либо видом деятельности, либо им занимаясь непосредственно сейчас, либо планируя им заняться непосредственно в конце месяца. То есть прямое планирование как своих ресурсов, так и, соответственно, финансовых возможностей. И само игровое поле у нас представляет из себя вот такие замечательные клеточки, которые представляют из себя возможность расходовать средства, запланированно либо не запланированно. У каждого игрока есть семья с определенными потребностями и возможность эту самую семью обеспечивать. Поэтому задача – умело балансировать между личными финансами и, соответственно, финансами практическими. Так, ну что, ребят, у всех получилось по 150 накликать. Так, Арина, слышишь ли ты нас? Да, слышу. Да, замечательно. Арина, у тебя черненький цвет, соответственно, поскольку белый у нас с черным совмещается. Я тебе сейчас 150 тоже быстро тогда наберу. А почему у меня минус? Сейчас это я немножко не туда щелкну, сейчас я тебе все в порядок приведу. Все, отлично. Вот у тебя пошел в плюс. Так, у всех по 150 есть и 20 энергии, ребят. От себя нащелкаем. И, соответственно, фишечку свою можно на старт. Лена уже себе выбрала профессию. Итак, я напоминаю, мы берем одну профессию и одну специальность. Специальность и профессия у нас вот здесь уже разложены. Где? А вот они у нас. Вы мне скажите, вам выдам. Вот они у нас с левой стороны. Роли брать не надо, мы сегодня все консультанты, поэтому чтобы не путаться. Просто плохо видно, что тут написано. Итак, консультанты я вот сюда в центр положил одного. Не, не, профессии брать себе не надо. Консультанты я вам положил, чтобы мы просто не забывали, что у нас за что отвечает. Итак, соответственно, у нас с вами, как всегда, на выбор консалтинг, веб-дизайн, ведение тренингов, интерьеры, работа с фото, работа с видео. Кому что хочется, скажите. Предприниматель есть, я возьму все предприниматель. Нет, предприниматель мы сегодня не берем, да, чтобы мы к нему вернемся чуть попозже. А жалко. Итак, нас сегодня четверо, поэтому у нас однозначно все профессии будут закрыты. Из шести на выбор. Кому какие дать, выбирайте для начала. Напоминаю, у вас одна профессия и одна специальность. А какие есть профессии? Профессии у нас работа с видео, услуги подробностей, консалтинг, веб-дизайн, интерьеры и ведение тренингов. С левой стороны. Ну, наверное, ведение тренингов. Бери себе. Ведение тренингов специальность или профессию возьму? Наверное, профессию. Хорошо, бери. Снизу профессии, сверху специальности. Надо еще разобраться. Себе снизу карточки просто их кладите, чтобы было понятно, что у вас есть. И одну специальность берем, да? Одну специальность, одну профессию. В идеале, конечно, разные, но это совершенно не обязательно. Тренинги у меня будут по интерьеру. Отлично. Так, Леша у нас выбрал. Лена, как дела, выбрала? Получилось? Куда я на него стеку? Я, честно говоря, жду, когда другие возьмут, чтобы взять себе... А, чтобы руки не мешались, понятно. На тип того. Хорошо. Так, у Леши вижу, у Андрея вижу, у Арины вижу. Так, ребята, все взяли? Арина, давай чуть помогу. Да, взяли уже, можно сказать. А что, еще вторую надо брать? Да, Андрей, вижу, у тебя только одну специальность. Возьми, пожалуйста, еще одну профессию. Профессия у нас снизу. Лучше всего, чтобы она не пересекалась с специальностью. Ну и, соответственно, фишечку свою можно поставить на старт. Почему она у меня лежит? Ничего страшного. Пускай лежит, Леша, не переживай. Мы будем точно знать за то, что это ты. Итак, ребята, мы готовы начать. Давайте, чтобы время не тратить. Давайте по порядку. Первым у нас стоит красный. Лен, бросай кубик. Побежали вперед. Итак, у вас есть запланированные вами потенциальные траты. И напоминаю, что у нас по нашей профессии расход на аренду квартиры 30 тысяч. И семья из двух человек. Соответственно, тянем мы с вами по две карточки заказов или контрактов. И побежали вперед. Лен, бросай кубик. Правой мышкой на нее нажимаем. И, соответственно, есть возможность брось кубик. Пять. Лен, ты красная, правильно? Раз, два, три, четыре, пять. Итак, техника для дома. Это у нас необязательные расходы. Но они дают энергии. За две тысячи можно получить количество энергии. Не, я не буду тратить. Не будем тратить. Ну, пока мы все отдохнувшие, пишите некуда. Так, дальше у нас Леша. Леша, бросай, пожалуйста. Да, сейчас бросим. Малюшка. Вижу, у тебя шесть. Соответственно, у тебя магазин одежды. Тоже расходы необязательные. Давай я тебя передвину. Расходы необязательные, но за 10 тысяч можно получить пять энергии. Не, не. Как-то не расходил. Ну, соответственно, расходы необязательные, поэтому можно не тратить. Андрей, кидай, пожалуйста. Да, да, сейчас. Правой мышкой на кубик и бросаем. Один. А вот тебе выпали обязательные расходы. Они у нас не приносят никакой дополнительной пользы и умножаются на количество членов семьи. У нас их у каждого по два, поэтому заплати, пожалуйста, две тысячи. Со своего счета вычитай минус два. Да. И, Арина, бросай, пожалуйста. Черненький. Черненький, серенький. Тут у кого как. Правой мышкой на кубик. Леша, убери руку с кубика. Спалили. Конечно. Следующий суббот увидимся уже очно, правильно понимаю? Да. Совершенно верно. Арина, получается, не получается? Я могу попробовать. Я могу кинуть за тебя. Так, давай я. Я уже кинул. Один. Не повезло, сорян. Арина, у тебя тоже один. Соответственно, минус две тысячи. Так, ну что, ходит у нас, соответственно, Лена. Лен, бросай. Ну, тебя только единичка не приведет к планированию. И как раз она у тебя и выпадает. Есть возможность, соответственно, потратить на магазин одежды. Расходы необязательны. Десять тысяч плюс пять энергии. Будем, не будем? Нет, я не буду. Не будем. Хорошо. Так, Леша, ну тебя бросать необязательно. Ты автоматически попадаешь на план, потому что у нас неделя кончается. И напоминаю, у тебя на выбор три варианта. Можешь тянуть заказы и контракты. Две любых карточки. Можешь запланировать для себя следующую неделю, бросив кубик три раза, потратив на это одну энергию. Или просто поваляться на диване, отдохнуть, накопить три единички энергии. Чего хочется? Нет, я хочу взять контракты. Где тут контракты? Хочешь контракты или заказы? Ну, скорее контракты. Контракты, напоминаю, мы в конце месяца делаем. А, тогда заказы, заказы. Заказы, хорошо, Леша. Тогда давай я тебе сейчас вытяну заказик. Смотри, вот он раз тебе. Вот у нас один заказ. Кладу тебе на карточку и давай мы на него посмотрим. Только я желтенький, я не красненький. Ой, прости, пожалуйста. Ну, в любом случае, у тебя услуги фотографа. Покажу для зрителей карточку. Она у нас представляет из себя два варианта действия. Это либо специальность, либо профессия, в зависимости от того, что есть игрока. В данном случае у Леши нет ни того, ни другого. Но если ее будет выполнять специалист, он просто получит 10 тысяч и потратит одну энергию. А если будет выполнять профессионал, то будет зависеть от брака кубиков. Итак, Леша, этот заказ ты выполнить не можешь, но у нас есть для работы с фотографиями Андрей. Да. У вас есть одна минуточка, чтобы договориться, что вы будете делать с этим заказом. Заказом? Я могу продать тебе заказ за 8 тысяч. За 8 тысяч? Ну да, ты получишь 10. Даже 30, по-моему. А можно как-нибудь снизить? 30, если с профессией. 30, если с профессией. Так он же фотограф вроде бы. У него две специальности. У него две специальности. Специальности дешевле. Ну, я неправильно вытянул. У него профессия должна быть. У него должна быть профессия работа с фотом. А, извините. Ничего, ничего, я сейчас положу. Работа с фото, у тебя профессия, ты ее в конце тянул, поэтому все нормально. Тогда за 20 тысяч ты же 30 получишь. 30? Ну, получается, что так. Ну, как и не он, да. Тогда я переведу себе, тогда я тебе отдаю карту, а ты, я переведу себе с твоего счета. Ты, короче, должен мне перевести 20 тысяч. 20? Так ты же получишь 30, ты на 10 тысяч плюсик. Ребята, 10 секунд не спорим. Лада, Лада. Договорились. Так, соответственно, Леша плюс 20, Андрей минус 20. Андрей, бросай, пожалуйста, один кубик. Будем выполнять заказ сразу же. Не повезу мне с заказчиком. Итак, 3. Ты получил за заказ по своей профессии 30 тысяч, добавляй к себе, пожалуйста. И бросай кубик еще раз, сколько ты на это потратил энергии. Так, ну, мне никто так 20 не перевел. Смогу бред. Леша, накликай себе, пожалуйста. Да, все сделаю. Сейчас еще раз. Андрей, еще раз кубик бросаешь, 4, правильно? Да. Соответственно, ты потратил 5 энергий, вычитай их у себя. Леша, что еще один? Еще одно, что будешь тянуть, заказ или контракт? Заказ. Заказ еще один, давай я тебе его положу. Да, выкину. Ой, ну ладно. Уже положил. Это консалтинг. Консалтинга у тебя тоже нет, но консалтинг есть у нас у Лены. У Лены это профессия, договаривайся. Мы же выполняем это в конце, да? Нет, это заказ. А. Так, ну, давай я готова купить. За сколько? Ну, давай я... Ну, наверное, тоже давай тысяч за 20. Давай за 15. Ну, Лен, на 18 сойдемся. Да, хорошо. Тогда я забираю и прямо сейчас выполняю, да? Да, отлично. Сразу же бросай кубик два раза. А Леша себе засчитывает 18 тысяч. Да, чистый скидочек по дружбе. Ну, тут уже кто-то торгуется. Так, плюс 30 тысяч, еще раз кубик. А, сейчас. Можете кинуть? Да, могу еще раз кинуть. Давай быстренько. Оп. Так, и четыре. Соответственно, потратила энергии 9, а заработала тысяч, соответственно, 30. Отлично. Лешин ход на этом у нас закончен. Он свое планирование на неделю завершил. Ходит у нас Андрей. Андрей, бросай, пожалуйста. Пять. Пять. Ну, два, три, четыре, пять. Добежали на магазин одежды. Соответственно, в данном случае пять энергий за 10 тысяч. Если хочешь, можно получить. Да, пожалуйста, я бы как раз хотел получить. Отлично. Заполняй тогда себе. Минус 10 плюс 5. И, Арина, ходи, пожалуйста, бросить за тебя. Арина, слышишь, давай я за тебя брошу без проблем. У тебя шесть. Соответственно, ты сразу же попадаешь на планирование. Чего хочешь? Заказы, контракты. Запланировать неделю. Или просто приезжать на диване отдохнуть. Один заказ, один контракт. Один заказ, один контракт. Кладу тебе один контракт и один заказ. Давай смотреть. Сперва смотрим заказ, который выполняется сразу же. Итак, у нас интерьеры. Интерьеры у тебя есть. Они у тебя специальны. Сможешь сразу же на них заработать 10 тысяч. Выполняешь? Давайте я куплю себе профессию. Отлично. Идешь учиться. Идешь учиться сразу же. Тогда смотри. По балансу у тебя просто вычитай из себя 40 тысяч. И бросай кубик сразу же. Мы запоминаем, что у тебя интерьеры превращаются в профессию. Я тебе сейчас их принесу. Интерьеры кладу у тебя в профессию. И за тебя надо два раза бросить кубик. Правильно я понимаю? Да. Отлично. Тогда бросаю тебе первый. Заработала 30. И бросаю второй. Потратила 9. Смотри. Заработала 30. Потратила 50. С карточки вычитай, пожалуйста, 20 за этот заказ. Заказ считается выполненным. А вот контракт у тебя, сейчас я его переверну. Контракт у тебя на работу с видео. Итак, работа с видео у тебя есть? Нет. Работа с видео у нас есть у Андрея. Можно с ним попробовать договориться. Давайте минуточку. Продан за 30 тысяч. Это контракт? Да. Это прилично. Я, пожалуй, соглашусь на такую сумму. Андрей, напоминаю, что чтобы выполнить этот контракт, тебе нужно успеть будет научиться этой профессии. То есть за 50 тысяч ее купить, скажем так, вы видите в себя. Отлично. Но у тебя же работа с видео только специальность. А то выполнение контракта нужна профессия. Так, отлично. Арина у нас вход сделала. Входит у нас снова Лена. Ну, у тебя, опять же, автоматически планируем. Лена, чего хочешь? Я тоже вытянула одну специальность. Ой, один контракт, один заказ. Один контракт держи. И один заказ. Передаем. Сейчас, секунду. У меня услуги фотографа. У кого есть? А, у меня есть. Можешь сделать сама. Так, соответственно, у тебя услуги фотографа, если не ошибаюсь, по-моему, специальность, правильно? Да. Это контракт, поэтому для того, чтобы выполнить, нужно будет профессия. И работа с видео. У кого-нибудь есть профессия? У меня профессия. Стоп, услуги фотографа. А есть, есть у нас у Андрея, совершенно верно. Можно договориться, либо смотри. Здесь ты решаешь сама. Кладываешься в свое образование или продаешь. Ты бы получил 60 тысяч, если бы у меня перекупил за 30. А мы можем как валюту использовать энергию? Нет. Ну как ты жизненные силы или время отдашь? Ну, энергетик. Ладно. За 30 возьмешь? За 30? Да. Ты в любом случае больше 60 можешь получить. А, ну тогда хорошо, я это приму. Договорились. Так, отдается контракт на работу с фото. Пожалуйста. Я, пожалуй, могу сразу сделать услуги фотографа. Не можешь, это контракт. Напоминаю, Андрей, мы его делаем в конце. Так, Лен, и что делаешь со вторым заказом? Работа с видео. А у кого есть работа с видео? Ну я... Тоже у Андрея есть. У меня специальность есть. Андрей, у тебя? У меня только специальность, работа с видео. Соответственно, заработай на нем можешь сейчас 10 тысяч. Если будешь прокачивать до профессии, то сможешь заработать до 70. До 70? Конечно. Я думаю, что это прокачиваться до профессии. Ну, хорошо. Ну смотри, в данном случае, поскольку это заказ, а не контракт, у тебя максимальный заработок от данного заказа будет такой же, сколько траты на тайс-сам. Можешь просто купить и сделать его сразу за 10 тысяч, как хороший специалист. Ребят, давайте... Хорошо, тогда за специализм. Так, ну что, тогда на чем договориться с Леной? Лен, сколько ты хочешь за этот заказ? И он получит в случае покупки. Пока максимум 10. Давай за то, что ты у меня за 30 купил, я тебе его подарю. Я просто не знаю, какой ценник поставить. Андрей, тебе летит подарок. Соответственно, 10 тысяч себе начисляй, минус одну энергию вычитай. О, спасибо. Отлично. Леша, можешь ходить. У Леши уже снова неделя. Бросать ничего не нужно. Он у тебя просто как специальность выполнен. Леша, бросай. Леша, один. Это у нас автосервис. Автосервис, расходы обязательные. 20 тысяч минуса. Андрей, можешь ходить. У тебя автоматически тоже планирование. Леша, не забудь вычесть. Андрей, чем будешь заниматься на этой неделе? Режим на диване. Копим энергию. Планируем неделю. Бросаем кубик три раза, планируем ход. Или тянем заказы контракта. Два контракта у тебя уже есть. Ну, лучше заказов несколько взять. Хочешь заказов? Хорошо, давай найдем тебе заказы. Значит, держи заказик. Раз. Первый. Давай я тебе его покажу. Итак. Это у нас ведение тренингов. Кто у нас ведением тренингов заниматься может? Это у нас Клеша. Да. Ну, это заказ, поэтому смотрите сами. У Леши ведение тренингов специальность. Можно заработать 10 тысяч. Нет, ведение тренингов у меня профессия. Я брал это как профессию. Так, я вижу, что у тебя лежит интерьер как профессия, специальность ведения тренингов. Меняем? Да. Отлично. Хорошо. Тогда считаем, что по профессии. Сколько по профессии я могу за это получить? До 50. Это заказ. Бля. За сколько ты мне продашь? Ну, тогда допустим 20 тысяч. Хорошо, беру за 20. Так, я у себя должен 20 вычесть, да? Да, ты должен вычесть 20 и бросить кубик. Два раза. Одну секундочку. Считаем. 20 тысяч. А ты себе должен 20 прибавить. Так, и дважды бросать кубик. Да. Первый на деньги, второй на расходы. Сергей, Сергей. Так, заработал. Да-да. То ли у меня эта ручка глючит, то ли, я не знаю. Я не могу себе эти 30 тысяч того контракта до сих пор начислить. Сейчас я тебе их начислю. Так, 9 у меня. Это 6, по-моему. Арина, получилось? Да. Отлично. Так, у меня 9 выпало на деньги. На 9 на деньги, это по максимуму. Значит, это у нас получается, зарабатываешь ты 50 тысяч. И второй бросочек, сколько выполнил энергию? А, на энергию я еще не бросал. Давай. Я сброшу. Давай-ка иди. А на энергию 2. Да, тратишь 5 энергии. 5 энергии? Соответственно, энергии 5 минус, денег плюс, соответственно, 50. Так, и ходит у нас Андрей. Андрей, бросаем кубик, делаем ход на этой неделе. Замечательно. Супермаркет. Расход обязательно умножается на количество членов семьи, минус 6 тысяч. Отлично. Арина, дальше. За тебя бросить? Арина. Арина. Арина, за тебя бросить? Да, давайте. Отлично. Давай, за тебя брошу. Это у нас 3. Раз, два, три. Приходим мы с тобой к Андрею. Супермаркет. Так, тоже обязательные расходы 6 тысяч. Лена, бросаем. Безво. А те заказы, которые выполнены, их как в какую-то стопку скидываем? Вот здесь вот стопочка сброса у нас. С левой стороны, с краешку. Ага. Лена, 6, правильно? На 5, 6, просто не лишнюю. Отлично. У Лены салон красоты, получается 12 энергии. И на членов семьи, да? Да, 2 энергии на количество членов семьи, соответственно, можно получить 4 энергии за 6 тысяч. Считай, принимай решение. Леша, бросай, пожалуйста. Да, я возьму. Да, бросаю. Хорошая игра, надо только в очном режиме поиграть. Три. Раз. У меня все глючит. Раз, два, три. Леша, у тебя подарки. 3 тысячи за 2 единицы энергии. Не обязательно. Сколько, сколько надо отдать? 3 тысячи? 6 тысяч, если оно умножено на членов семьи. И, соответственно, получить за это 4 энергии. Это не обязательно. Это подарки. Я заплачу 6 тысяч, мне надо энергию заполнить. Отлично, замечательно. Андрей, бросай кубик. Сколько я энергии? 4 энергии получаю? 4 энергии получаешь. Андрей, бросай, пожалуйста. Я 4. 4. Отлично. Андрей у нас перемещается в начало следующей недели. Заказы, контракты тянем или планируем неделю? Чем хочешь заняться? Заказами заняться. Хорошо. Хочешь заказов или контрактов? Заказов. Заказы без проблем. Держи тебе заказик. Кладу на твою карточку. Сейчас, секунду. И давай мы на него быстренько посмотрим. Так, прости, пожалуйста. Итак, работа с видео. Это твой заказ. Можешь сразу же выполнить. Бросать 2 раза кубик. Выполнить? Да. Кубик 2 раза бросай. Ну, один раз бросил. Второй раз бросил. Так, я увидел 5 и 6, правильно? Да. Отлично. Тогда получаешь по 5, соответственно, 50 тысяч и тратишь 9 энергий. Заказик уходит сброс. 50 тысяч? 50 тысяч плюс. Да, 50 тысяч плюс. И энергии, соответственно, 9 минус. Второй тебе заказ или контракт хочешь? Второй? Ну, пожалуй, контракт. Давай, пожалуй, контракт. Хорошо. Тянем тебе контракт. Это веб-дизайн. Веб-дизайн к тебе не относится. Веб-дизайн у нас может делать Арина. Поговорить. Это контракт. Арина, веб-дизайн профессия. Так. Значит, цену назвать? Ну да. Не знаю, как с Ариной договорить. Можно, ну, пожалуй, 40 тысяч. А я тебе за 30 контракт продала. 40 много. 40 много? Ну, ладненько тогда, ладненько. Пусть будет 30 тысяч. За 30 договорились? Да. Отлично. Арина с себя контракт получает. Арина, брось, пожалуйста. А, ну, давай я за тебя брошу один раз. В данном случае это у нас передача контракта. Все отлично. Заказчик согласился с тобой работать. Так. И ходит у нас как раз Арина. Арина, ходи, пожалуйста. Давайте мы сейчас на этом ходу. Так, давай. Все, понял? Сейчас за тебя брошу. Понял? Вспомнил? Так. У тебя 4. У тебя тоже финансовое планирование. Так. И заказ, контракт или что? Чего хочешь? Давайте распланируем неделю. Давай распланируем неделю. Отлично. Давай тогда сейчас с твоего позволения. Бросай первый раз. Один. Бросай второй раз. Три. Бросай третий раз. Два. У тебя получается на выбор, соответственно. Либо транспорт обязательный с множителем, супермаркет обязательный с множителем, или ремонт, соответственно, мелкий. Всего 5 тысяч и необязательный. Давайте на мелкий ремонт пойду и платим. Отлично. Идем на мелкий ремонт и ничего не платим. Так, ну что, ребят, на этом мы пока тогда с вами делаем паузу. Занятие мы это сегодняшнее завершаем для наших замечательных зрителей. Я сейчас сделаю паузу в демонстрации. По моим часам у меня одна минуточка еще осталась. Итак, маленький итог. По игре у нас сейчас лидирует больше всех Андрей, потому что угадал с выбором профессий, но он на нас сильнее всего устал. Ну и у остальных тоже достаточно неплохая финансовая ситуация. До конца месяца мы пока добежать с вами не успели, но обязательно успеем чуть-чуть попозже. Итак, уважаемые коллеги, я на этом занятие наше открытое сегодняшнее завершаю. Очень приятно было видеть вас сегодня на нашем открытом занятии «Кружка предпринимательства». Если есть какие-то вопросы, с большим удовольствием готов ответить. И подскажите мне, пожалуйста, оставлять ли мне это на запись или нет. Оставлять обязательно. Большое спасибо, Сергей Сергеевич. И большое спасибо всем ребятам, потому что то, что вы сегодня показали, просто зависть берет от ваших познаний, хочется в этом участвовать и участвовать. Спасибо, Наталья Алексеевна. Так, ну что, коллеги, тогда жду ваших вопросов и по вашей команде готов либо на что-то ответить, либо уже тогда завершить запись на этом. Да, завершить, а на все вопросы ответим уже в очной форме на нашем педагогическом совете. Замечательно, хорошо. Так, вижу чат, давайте чат посмотрю. Да, большое спасибо тем, кто был в комментариях, тем, кто будет смотреть записи. Всегда с большим удовольствием призываю вас в комментарии на наших записях, неважно, где будет выложена трансляция. Вот с большим удовольствием будем рады видеть вас в очном режиме, в оффлайн режиме. И дворец творчества Преображенский всегда рад абсолютно всем. Так, ну что ж, на этом тогда запись заканчиваю. С вами были замечательные ребята Кружка предпринимательства и Сергей Подшебякин. Всего доброго, до новых встреч.